МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Костанайе автомобиль сбил женщину с ребенком. ДТП произошло на пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу. Девочка 2011 года рождения находится в коме. Женщина в крайне тяжелом состоянии, тоже без сознания. По факту аварии начато досудебное расследование. В Западноказахстанской области у браконьера изъяли более ста сайгачьих рогов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего сельского жителя, при котором оказались охотничьи трофеи. Нанесенный природе ущерб еще устанавливают, а задержанному грозит уголовное наказание. В рамках последних поправок законодательства по вопросам агропромышленного комплекса была расширена статья 337 Уголовного кодекса Республики Астан. Стало больше признаков, полицирующих правонарушения, незаконную охоту, а также увеличены санкции. Кроме того, была доработана 339-я статья Уголовного кодекса, по которой привлекаются браконьеры за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб. Переполох создал гражданин Турции в одном из столичных торговых центров. Он выхватил нож и начал наносить себе раны в области запястья. Подоспевшие посетители сумели отобрать у него холодное оружие и вызвали полицию. Как выяснилось, мужчина был нетрезв. Его привлекли к ответственности и сейчас решается вопрос о выдворении из Республики Казахстан. В Караганде полицейские спасли мужчину от падения с высоты пятиэтажного дома. Он сидел на краю заснеженной крыши, абсолютно раздетый. Патруль вызвали жителей из дома напротив. Спасать нетрезвого человека на крышу поднялись два сотрудника полка патрульной полиции. Подъехавшие медики обнаружили у него обморожение пальцев, рук и ног. В полиции рассказали, что на отчаянный шаг его подтолкнула семейная ссора. Редактор субтитров А.Семкин